Если входит человек уже с возрослой собакой, то он столкнулся с проблемой. Если он пришел к этому, чтобы решить эту проблему, то это хорошо. А если он пришел со щенком, то это еще лучше. Он сразу же идет осознанно к этому. Он хочет, чтобы у него собака выросла и она была послушнее. Как игра, чтобы это было действовало. Вот, понимаете, здесь неправильно еще в первоначальном этапе говорить собаке. Нет, 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 я не это хочу, не это, нет, ты тупая, совсем не то. Неправильно. Сначала мы вообще работаем молча, как продолжение вашей руки, как инструмент воздействия на собаку. Вы не просто так водите собаку, а собака здесь в мире управляет. Если вы говорите, допустим, нельзя, либо хуй, то должно быть воздействие. Не одновременно, не толпимся, не соревнуемся. А, не успела! То есть, понимаете, нельзя! Собака продолжает. Тык-тык-тык. Прекратила. А, супер, умница, послушалась. Собака идет рядом, а мы-то не похвалили, понимаете. Мы забываем хвалить то, что собака, допустим, перестала подбирать, а мы, ну, все, перестала. Так собаке нужно сказать, да, умница, ты перестала делать то, что мне не нравится, а это ко мне моя хорошая. Так, собака, которая живет, допустим, в сельской местности, где-то в Верине, для нее одни условия. Она должна все равно к этим условиям привыкнуть. Если вы живете в городе, то собака должна к этим условиям тоже привыкнуть, чтобы собака понимала определенных правил. Неправильно будет прикопить домой и видеть, что собака что-то натворила, и давайте ее наказывать. Понимаете, да? Потому что мы не знаем, сколько прошло времени после того, как собака это натворила. Субтитры создавал DimaTorzok